В Сирии и Ираке, после того, как коалиция одержала победу над исламским государством, нам стали поступать сведения о том, что в лагерях беженцев скопилось большое количество людей, в том числе граждан Казахстана. Эта информация поступила от наших международных партнеров, в том числе от Международного Красного Креста, ЮНИСЕФ. Эта информация была нами перепроверена по соответствующим каналам и подтвердилась. Ельбаса Нурсултан Амич Назарбаев дал указание о проведении гуманитарных операций по вывозу казахстанских граждан из зон боевых действий. Вывоз граждан Казахстана, находящихся в этих лагерях, существовался сугубо на договоровольной основе. Никто никого не принуждал. Фокус был на детях. Многие из них родились за пределами Казахстана. Многих никогда не видели, допустим, даже своих отцов. Документирование этих детей с юридической точки зрения никаким образом не зафиксировано. Поэтому было принято решение в выдаче всем детям без исключения, независимо от места их рождения, свидетельство о рождении, где место рождения было указано в Казахстане. Это очень важный момент с психологической, юридической, моральной точки зрения, с тем, что избежать в будущем, чтобы этих детей как-либо третировали. Поскольку наше законодательство категорически запрещает казахстанцам участок какой-либо нелегальной вооруженной деятельности. Когда проводилась эвакуация, до всех было доведено информацией о том, что те, кто каким-то образом был вовлечен в террористическую деятельность, понесут уголовную ответственность в Казахстане. Это было всем понятно с самого начала. Нам было оказано всемирное содействие со стороны наших партнеров, и в этом сыграло большую роль то, что Казахстан является площадкой для так называемого астанинского процесса, то есть для переговоров по урегулированию мирного процесса в Сирии. А в него входят все участники конфликта с обеих сторон. Опыт уже сейчас глубоко востребован во всем мире. Все интересуются опытом Казахстана. Те государства, которые до этого даже отвергали саму идею возвращения своих граждан из Сирии, из зон боевых действий.